всем привет сегодня у нас обзор анубиса анубис с коркой 5.5 предыдущих двух анубисов с богом войны с ракушкой я уже обзор делал можете посмотреть на канале кому интересно кто не видел сегодня мы будем разбирать этого анубиса куда его можно использовать ну во первых многие говорят что она без коркой не очень ну без корка это самый топовый из анубиса всех которые есть потому что он очень хорошо заходит на битве гилей как и в защите такие атаки у кого есть такие анубисы думаю меня поддержат также этот анубис очень хорош в пвп локациях таких как забытая битва атака фартов если у вас тем более из 5 ремка рунами это вообще супер герой также если у вас даже нету 5 ремки рунами вы можете свободно поставить ему психо щит можете там поставить другой талант либо бог войны либо бастион поставить его в пару вместе с выражаем либо с валькой которая снимет молчанку араса и принципе его не убьют чем он хорош если на нем зависают вражеские герои он отнимает у них энергию отнимает ну как и любая корка довольно таки прилично сам по себе но без танк поэтому этот талантик для него самый топовый талант и там ничего не буду рассказывать так рунами у меня на нем состоит 5 психо щит у меня стоит в алтаре пусть я его использую в королевской битве мы на меня стоит как видите первым стоит питомец у него на стан который при атаке на него станет вражеских героев аврора рой смерти при героя получают астана 2 4 секунды кулдаун 48 довольно таки неплохо давайте разберем каких питомцев можно ему ставить ну для него первую очередь подходит вот этот питомец в принципе этот питомец подходит для любого танка с уклонением вообще супер сочетается можно ставить ангела можно ставить карася можно ставить слона со слоном вообще дикий получается по артефактам но стоит медалька можно ставить кубок жизни можно ставить топор самая основная задача чтобы вашу корку не заблокировал не заблокировала раз для этого нужен либо валька нужно либо выражай или по моему даже хранитель леса он тоже снимает если он срабатывает молочанку снимает если я не ошибаюсь я честно говоря не помню не тестировал но протестируем это в дальнейшем так о снаряжению но у меня тут стоит победный выпад у меня стоит победный выпад из-за того что у меня она без как бы считается атакующего плана герой я его использую довольно таки часто на атаке фрута кто видел там у меня бы важный с ремкой 5 стоит наносит не хил атак урона ну так как в линейке мы не можем менять каждому герою подбирать отдельно талант приходится к мучиться вот так вот так бы я ему поставил доспех он у меня был с доспехом но когда я проходил все подземки на три звезды я поменял на победный выпад и без проблем там затащил все земки на три звезды о созвездия по созвездиям уклонения надо качать в максимум для того чтобы по нему не попадали ставите ему там руными можете поставить утекание кубок жизни либо этот меч молнии на уклонение плюс слона и он просто у вас будет стоять очень очень долго если по нему попадут но и там говорят корка на нем будет хреново работать нихрена работает все отлично уже проверено не один раз очень хорошо его использовать на арене можно даже самого выпускать и благодаря тому что на нем корка просто герои вражеские будут ступориться они его не убьют тем более если у вас будет там выражает хил в это будет вообще без проблем так применение где его можно применять тестировать показывать я вам особо его не буду в принципе он как и все анубисы применять можно на битве кильдии в атаке когда вы атакуете в лоб также применять его можно на забытой битве на атаке фартов в королевской битве практически везде во всех локациях многие качают с бастионом и меняют но без а у которого есть корка там на бастион либо она была я бы этого честно говоря не делал так как у нас сейчас много агментации для того чтобы там анубис себя показывал хорошо хватает даже корки сколько мне как по мне это будет самый топовый он есть самый топовый со всех анубисов потому что если вы на такого попадете вы его не сольете просто почему он хорош именно на по локациях потому что он танк который оживает два-три раза он имеет защиту от урона если вы ему поставите максимум там уклонения вы просто его не сможете слить если у него еще тем более будет отхил давайте сейчас его вам так вкратце покажу как он действует как он работает вообще в эти места кого вместо рино поставим пока думаю там особо моя защита не пострадает на битве гильи вот он сейчас ас без отхила давайте где-то в рейде попробуем так хранитель давайте тут где-то девалька пробуем напасть вот он включился видите миссы проходят в любом случае вы вражеские герои как видите они не заряжаются у них их не таланты не так обрабатывают допустим я бы напал бы каким-то другим и плюс эффект от авроры сами видите какое пусть им вы кинете еще выражая если мы успеем он просто не будет с выража его будет подхиливать вражеские герои просто не заряжаются тут же самый стрелок не так часто выпускает своих вертолетиков и вражеские анобис вы тоже видите вот вам атака в лоб как надо им проходить на битве гильдий по героя и принципе без проблем так тут мы уже протестировали давайте еще кого-то посмотрим интересного давайте здесь попробуем вот опять же ставим выражая рыб будет давать ему потом еще один яркий пример как нас сейчас конечно выражая нашего не сольют до выражая слили быстрее ну вот видите герои просто стоят они не могут использовать свои умения благодаря тому что у него корка так как у вас есть еще там запасе 45 героя вы можете свободно их выпустить уже просто этих героев добить без проблем из этот герой очень хорош на видели именно в атаке и в защите тоже если на него попадешь упрешься у тебя не будет питомцев дальников он 3-4 героя может просто зависнуть не ничего не смогут ему сделать потому что он будет стоять на таблетке которая дает дополнительную защиту и сто процентов не видать так можно также использовать его ну во всех локациях то что там говорят бастион бог войны круче особо разница там ну да будет заметно немножко по урону но вот именно такой если на него заагрится там вражеские герои от него будет больше пользы чем а того же самого нубиса с бастионом либо с богом войны и будут просто там больше наносить немного урона вот именно этот даст больше шанс и возможность пройти ту или иную локацию давайте вам сейчас его еще покажу на арене как он действует это новые ники все время появляются вот у меня есть как раз коркой и она без коркой а странные там стоят без рун без ничего у меня питомцы еще их на дефе видите он у меня отдельно стоит так тут не попадем давайте еще разок попробуем давайте его поставим по центру тут выражая конечно могут слить смотрим вот вражеские герои смотрите не все бьют скилами видите как вот смотрите на вальтора он просто не может зарядиться то же самое все с остальными чем больше героев вы будут бить больше героев будут получать от корки забор энергии то есть без проблем он просто стоит танчит у него есть под хил сейчас ради интереса просто пойдем в два героя только мы выражая сейчас поставим карасик а выхилил а также на любой дорожке давать уже нападем идут конечно сейчас наверное будет нам посложнее выставить так как у нас тут и все герои не блокируются умения но можете сами видеть да как тут конечно приходится ослеплялки смотрю на всех но героя довольно таки долго задерживается на нем 40 секунд он может себе свободно там стоять но если у вас будут конечно не два героя шесть без проблем тут затащите ну то есть минуту он даже просто против шести героев вот почему именно такой если давайте возьму просто вам покажу сейчас другого балашного там либо ракушка но с ракушкой не то давайте балашного покажу вы понимали видели разницу так чтобы они приблизительно одинаковые были в медальку где хоть никуда не пропадет смотрим долго ли сможет он так продержаться ну тут как-то поярче как-то странно но поярче стоят выражая сам получше но видите да уже слился раз выражая просто дольше простоял вот сами видите насколько чаще у героев срабатывает умение ну конечно тут еще есть доля везения от миссов там два стрельного но разница очень большая его без проблем убивают а вот именно скорочным у вас шанса много больше будет давайте попробуем хотя нет не будем пробовать теперь так понятно вот такой вот мини обзор те у кого есть такой на красне менять ему ланд ищите это другое с этим талантом вами ухватит с головой будет более полезен чем с бастионом сбывая если у вас конечно есть возможность иметь там 123 точнее 234 на красота да да это даже не буду спорить а вот именно у кого один и выпала корка можете смело оставлять не не поможет вам там особо бастион либо бог войны в тех или иных локациях разница не ощутимо будет а вот сколько себя оправдает все всем спасибо всем пока